МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа-регион в студии Вера Грушка. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Всем обучающимся в муниципальном образовании города Анапа настоятельно рекомендовать... Безопасность детей. В Анапе состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. Они учатся, пишут заявки, подают их, выигрывают. И мы тоже очень рады. Активная позиция. Как анапчане получили более 15 миллионов рублей на реализацию соцпроектов? Берите, покупайте и почаще к нам приезжайте. Икра и рыба камчатская. В Анапе продолжает работать ярмаркой деликатесов. Фармацевтический завод и промышленный парк. Какие инвестпроекты будут реализованы в Анапе? Этот вопрос обсудили на очередном заседании инвестштаба, который провел мэр курорта Василий Швец. В совещании также приняли участие председатель Совета депутатов Леонид Красноруцкий и анапский межрайонный прокурор Сергей Чекаров. Анапа – один из самых инвестиционно привлекательных курортов региона. В основном предприниматели вкладывают активы в строительство современных отелей и комплексов отдыха. Однако существуют и другие направления, которые поддерживают бизнесмены. Какие? Этот вопрос обсудили на очередном инвестиционном штабе под председательством мэра Анапы. Очень важно, чтобы, ребята, мы держали на совместном контроле все вопросы развития Большой Анапы. Поддержки нашего малого, среднего бизнеса. Вместе обсуждали те проекты, которые непосредственно влияют на экономику нашего города. Амбициозные проекты, которые будут реализованы на территории сельских округов – фармацевтический завод в Гостогаевской и промышленный парк в хуторе Воскресенский. Об этом рассказал учредитель управляющей компании Игорь Завгородний. Что касается фармзавода, планируемый срок его ввода в эксплуатацию – конец 2023 года. Сейчас активно ведется строительство. На территории возведут шесть корпусов. Четыре из них уже готовы. На базе завода смогут выпускать до 30 миллионов упаковок фармсредств за год. Проект получает существенную поддержку Фонда развития промышленности Краснодарского края и участвует в нацпроекте «Производительность труда». Инвестиции в наш муниципалитет – это очень важная составляющая нашей работы. Но очень важно, чтобы один инвестор не погашал тот потенциал в уровне территории, который у нас есть. То есть вот это очень важная составляющая нашей большой, важной работы. И, конечно же, инвестиционный штаб в этом смысле хороший инструмент для того, чтобы мы, скажем так, приоритетно выбирали направление инвестирования серьезных средств в развитие нашей территории. А вот соглашение о строительстве промышленного парка в Воскресенском было подписано не так давно на Петербургском международном экономическом форуме. Планируется пять резидентов, которые будут заниматься производством фармацевтической продукции, текстиля, мебели, косметических средств. Первое для меня, что очень важно из этого совещания, это, конечно, больше информативного характера, это и понимать, какие объемы инвестиций, какое количество рабочих мест, какая туристическая привлекательность каждого направления, налоги, о чем мы сегодня тоже говорили. Ну и второе, наверное, самое важное – это законность реализации этих проектов с точки зрения законности, с точки зрения соответствия всех правовых документов. Индустриальный парк Воскресенский станет важной составляющей для экономики Анапы и всего региона. Планируемый срок строительства объекта с 2024 по 2027 год, а муниципалитет получит порядка 300 дополнительных рабочих мест. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. В Анапе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Мероприятие прошло в Большом зале мэрии курорта. Участники обсудили вопросы профилактики правонарушений и безопасности на дорогах. Подробности в нашем материале. Прямая обязанность каждого родителя – защищать права и интересы ребенка. Однако эта девушка в черно-белом платье с задачей по содержанию и воспитанию своего годовалого чада не справляется. Отсюда и решение комиссии по делам несовершеннолетних – выйти с иском в суд на ограничения в родительских правах матери. Далее на заседании рассмотрели вопросы о постановке и снятии с профилактического учета трудных подростков. Кроме этого, уделили особое внимание безопасности на дорогах. Так, вице-мэр Анапы Игорь Викулов поручил классным руководителям разработать специальные маршруты от дома до школы. А также отметил важность светоотражающих элементов на одежде. Всем обучающимся муниципального образования города Анапа настоятельно рекомендовать носить светоотражающие элементы. Всего комиссия рассмотрела 19 материалов. По итогам работы три подростка и одна семья были поставлены на учет. Вдобавок, за каждым несовершеннолетним закрепили наставника. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе пройдет презентация новой книги писателя Сергея Левина. 15 июля в городском театре автор представит книгу «Сказки из лесов кубанских», которая недавно увидела свет в краснодарском издательстве «Традиция». В подарочное издание увеличенного формата вошли добрые и веселые сказки про животных, обитающих в лесах нашего региона. Особенность книги – Куар-коды, которые помогут узнать о них больше любопытных фактов, а также постер со всеми главными героями. Художником выступил анапчанин Илья Копанев. В программе презентации – авторское чтение, общение со зрителями, автограф-сессия и сюрпризы. Встреча с писателем состоится 15 июля в 15.00 на втором этаже гортеатра. Вход свободный. Уже второй год на курорте работает молодежный офис проектных инициатив. Здесь активным гражданам Анапы помогают создавать собственные проекты для участия в грантовых конкурсах. Накануне специалисты Лофте провели очередной тренинг. Встречи в молодежном офисе проектных инициатив – мероприятия, которые проводятся регулярно. Специалисты на постоянной основе оказывают информационную, методическую и консультационную поддержку активным гражданам курорта. Цель – объединяющая участников создание социальных проектов для участия в грантовых конкурсах. Темпы мы наращиваем. У нас информирование больше проводится для школьников и для молодежи. Президентский фонд культурных инициатив, остальные президентские фонды, губернаторский фонд. Там идет постепенно, аккуратно. Наш НКО, они учатся, пишут заявки, подают их, выигрывают. И мы тоже очень рады. В первую очередь на тренинге участникам рассказывают о ключевых моментах в разработке собственного проекта. После чего индивидуально обсуждают идеи и указывают на ошибки. Понял схему построения, как вообще должен строиться процесс написания гранта. Познакомился с приятными людьми, с которыми можно обсудить данный проект и скорректировать его в случае необходимости. Было очень полезно. Приезжаю сюда на отдых, так сказать. Вот решила продумать свой проект. Люди проинформировали. Стало более понятнее, что нужно делать, как нужно дальше двигаться. И я думаю, что нужно стремиться. Благодаря старанию и стремлению анапчан за первые шесть месяцев 2023-го в грантовых конкурсах победили 15 проектов на общую сумму около 16 миллионов рублей. И этот показатель в два раза превышает результаты прошлого года. Однако сотрудники офиса уверены, их ученикам есть куда расти, и это далеко не предел. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. В Анапе на площадке, где раньше располагался ЗАГС, продолжает работу выставка продажа настоящих деликатесов. Икра и рыба Камчатская – свежий улов на любой вкус и кошелек. Торговая точка будет действовать до 15 июля. Икра и рыба Камчатская на площадке, где ранее располагался ЗАГС, продолжает работу ярмарка дальневосточных деликатесов. Глаза разбегаются от разнообразия ассортимента – тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга, горячего и холодного копчения. И, конечно же, полюбившийся анапчанам свежайшая красная икра – белорыбица и чавыча. Самое вкусное – белорыбица и чавыча. Средне соленое очень вкусное и копченое. Берем то и то. Холодное, горячее копчение – очень вкусное чавыча. Взяли красную, белую рыбу. В основном, это рода кушаем с красной рыбы. Рыбы кушаю каждый вечер. Во-первых, удобно. Во-вторых, вкусно. А в-третьих, полезно – витамин Е. Отличает продукцию ярмарки икра и рыба Камчатская качество и подлинный вкус. 35 видов разных пород. Все натуральное, коптится только на опилках фруктовых деревьев. Без заморозки доставляется прямым рейсом с Дальнего Востока. Покупатели рассказывают, увидели деликатесы на экране телевизора и поспешили сюда. Многие ждут возвращения ярмарки снова и снова. Ведь не так часто, но курорт доставляют прямым рейсом самолета дальневосточные свежайшие лакомства. В основном мы берем чавычу и белорыбицу, очень вкусное. Мы уже берем четвертый раз, попробовали все, покупали по чуть-чуть. Все рыбы пробовали? Да, но вот это очень-очень вкусное. Обогащена всеми витаминами и минералами, очень полезная. Взяла икры, очень икра вкусная, по чуть-чуть дед мажет на хлебушек и вот так. И вот красные рыбки взяли. Ну я очень довольна. Берите, покупайте и почаще к нам приезжайте. Ярмарка продолжит свою работу до 15 июля включительно. Еще есть возможность запастись дальневосточными деликатесами. Икра и рыба Камчатская расположились на площадке у бывшего ЗАГСа на улице Объездная 31. Вера Грушко, Михаил Попов, Анапа. Регион. Напомню, все выпуски новостей можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин